Здравствуйте! В эфире программа «Диалог». Государственная образовательная накопительная система была создана по поручению главы государства. Главная ее цель – это повышение доступности и равных возможностей получения качественного образования для казахстанцев. Она действует наравне с государственными образовательными грантами и кредитами. Более подробно об условиях системы, которая позволяет накопить средства на учебу в высших, а также технических и профессиональных заведениях, мы поговорим с заместителем директора североказахстанского филиала «Цеснобанка» Гульнас Кайронасовна Седохметова. Здравствуйте, Гульнас Кайронасовна! Рада вас поприветствовать от имени одного из самых успешных финансовых институтов североказахстанского филиала «Цеснобанк». Государственная образовательная накопительная система работает уже не один год. Каковы предпосылки для ее создания? Еще 28 января 2011 года в своем послании «Построим будущее вместе» президент сказал, у казахстанцев должны появиться новые возможности накапливать сбережения на обучение своих детей с участием бонусного вознаграждения от государства. И вот спустя два года, в январе 2013 года, президентом был подписан закон о государственной образовательной накопительной системе. И буквально через два месяца, 27 марта 2013 года, постановлением правительства Республики Казахстан, был определен оператор в системе ГОНС, коротко, государственной образовательной накопительной системы, это АО «Финансовый центр» при Министерстве образования и науки. И завершающим этапом, 9 апреля уже нынешнего года, 2014, Цеснобанк подписал соглашение с Финансовым центром при Министерстве образования и науки и стал участником в системе государственной образовательной накопительной системы. В рамках данного соглашения Цеснобанк разработал и внедрил новый образовательный депозит «Цеснобулашак». И что же собой представляет данный вклад? Цеснобулашак – это долгосрочный образовательный депозит, который может открыть в нашем банке любой гражданин Республики Казахстан, как на свое имя, так и на имя своего ребенка. В дальнейшем этот образовательный вклад идет на оплату обучения, как профессионально-технического, так и высшего образования. В любом учебном заведении, как в пределах Республики Казахстан, так и за ее пределами. И это очень привлекательно, учитывая, что в настоящее время государственные гранты, как мы знаем, распространяются только на казахстанские вузы. Благодаря образовательным вкладам «Цеснобулашак» можно оплачивать образование не только казахстанских вузов, но и вузов за пределами Казахстана, любой престижный вуз мира. Расскажите, пожалуйста, о главных преимуществах образовательных вкладов и чем они отличаются от других депозитов? На данный вклад начисляется банковское вознаграждение, но в «Цеснобанке» это 10,5% годовых, плюс ежегодно начисляется премия государственная 5 либо 7%. 7% — это для льготной категории, детям из малообеспеченных семей, из многодетных семей, детям, оставшихся без попечения родителей, детям-сиротам. Все остальные категории — это 5% — ежегодная государственная премия. В результате общая процентная ставка по образовательному вкладу составляет в среднем от 15,5% до 17,5%. Я считаю, что это самая главная отличительная черта образовательного вклада от любого другого вклада банка второго уровня. При этом АО «Финансовый центр», являясь оператором, оставил за собой право вносить предложение об увеличении государственной премии не ниже ставки инфляции. При этом, если банк, например, «Цеснобанк» увеличивает общую процентную ставку по своим депозитам, то и на образовательный вклад распространяется это условие. Ставка по образовательному вкладу также возрастает. Таким образом, те проценты, которые я озвучила, 15,5% до 17,5%, она еще не окончательная. А что нужно от клиента, чтобы открыть данный вклад? Чтобы открыть образовательный вклад «Цеснобалашак», достаточно осознанного новожелания. Это во-первых. Во-вторых, свидетельство о рождении вашего ребенка и сумма эквивалентная 3 МРП. На сегодняшний день это 5 556 тенге. Согласитесь, сумма посильная каждой среднестатистической казахстанской семье. Открывать депозит можно как на детей садиковского возраста, так и на школьников, и даже на студентов. Вклады у нас долгосрочные, от 3 до 20 лет. А что произойдет, когда ребенок закончит школу? Что дальше происходит с вкладом? В данной ситуации я бы хотела сакцентировать больше внимание на том случае, когда ребенок получает образовательный грант. Что происходит с «Цеснобалашаком»? Многих интересует этот вопрос. Вы, допустим, открыли депозит, накапливаете его 5 лет, приходит долгожданное время, значит, ребенок сдает ИНТ, и вот оно чудо, становится счастливым обладателем образовательного гранта. В таком случае как бы отпадает необходимость в образовательном депозите «Цеснобалашак». В таком случае у вас есть несколько вариантов. Первый самый простой. Вы расторгаете с нами договор и забираете банковский вклад с учетом капитализированного вознаграждения банка, и плюс у вас сохраняется премия государства. Второй вариант. Вы можете сделать переуступку данного вклада в пользу третьего лица. Единственное условие, чтобы третье лицо было гражданином Республики Казахстан. Ну и третий вариант. Вы можете оставить под вклад на своем имени, продолжать его накапливать и использовать его на проплату обучения второго уровня в образовании. А как вы думаете, какую пользу могут принести нашим детям эти вклады? Ну, прежде чем ответить на этот вопрос, я бы хотела, чтобы все, кто сегодня слушает нас, вспомнили прежде всего о своих детях, братьях, сестрах, племянниках, которые когда-либо сдавали ЕНТ. Да, вы, наверное, помните, какое волнение, какой стресс они испытывают, когда сдают ЕНТ. Вы не задумывались, почему они испытывают этот стресс? Ведь к этому экзамену они идут очень задолго до его сдачи, да, и готовятся достаточно тщательно, и зачастую на пробных экзаменах они показывают более высокий результат, чем на самом ЕНТ. Я думаю, что всему виной то, что стресс, который они испытывают, вызван тем, что слишком много стоит на кону, да. Ребенок понимает, что если он не сдаст ЕНТ на должном уровне, у него не будет шанса получить образование в том учебном заведении, которое он выбрал. Благодаря образовательным вкладам Цесна Булашак, любой родитель убережет своего ребенка от этих стрессовых ситуаций. То есть планомерно, накапливая свои сбережения на депозите, мы не только получаем хорошие дивиденды от банка, от государства, да, мы тем самым создаем благоприятную атмосферу для ребенка. И придя на экзамен на то же ЕНТ, зная, что у него есть подушка безопасности в виде образовательного вклада, я думаю, каждый ребенок будет чувствовать себя более комфортно, более уверенно в себе. И он сдаст этот экзамен так, как он может только сдать. И таким образом он еще получит образовательный грант и станет еще обладателем Цесна депозита. В общем, я думаю, что вариант, опять же, безпроигрышный. Это хороший выбор, и я думаю, что это необходимо каждому нашему ребенку. Я вас поняла, что вкладчик, который забирает образовательный грант, он сохраняет за собой право воспользоваться государственной премией. Да, совершенно верно. Несмотря на то, что я об этом уже сказала, я бы хотела еще раз вернуться, потому что многих этот вопрос интересует. Потому что, ну, думаю, смысл, если у меня ребенок хорошо учится, и он получит образовательный грант, зачем я буду накапливать? Вы тут, еще раз повторюсь, ничего не теряете. Получается, если ваш ребенок получил образовательный грант, вы забираете вклад с учетом капитализированного вознаграждения банка и государственной премии. Еще немаловажно накапливать этот депозит с раннего возраста. То есть я вот, например, рекомендую открывать депозит уже детям садиковского возраста. Вот смотрите, если мы открываем ребенку, допустим, которому 3-5 лет, и сумму, допустим, ложим даже, к примеру, небольшую, в районе, пусть это будет 50 тысяч тенге, 100 тысяч тенге, она может быть даже первоначальной, там, 5 тысяч 556 тенге, да, 3 МРП, то спустя годы, да, клад же долгосрочный, в течение 20 лет, и ведь банк свои проценты начисляет ежедневно. Государство начисляет государственную премию ежегодно на ту сумму, которая уже у вас накопилась на этот момент. То есть не на ту сумму, которую вы когда-то положили, а уже на сумму с учетом капитализации банка. Значит, один раз в год начисляется премия, и уже с учетом еще премии государства, капитализированного вознаграждения банка, с учетом ваших остатков, у вас продолжается уже начисление банковских процентов уже на эту общую сумму. Таким образом, когда приходит время оплачивать за учебу ребенка, да, и у вас сумма вклада, она значительно уже превышает ту сумму первоначального взноса, которую вы положили на этот вклад за счет банковских дивидендов высоких, за счет премии государства. А как происходит начисление премии государства? Начисление премии государства происходит так, значит, по состоянию вашего вклада на 1 января каждого года. Вот приведем пример. Вы открыли депозит 2 декабря 2014 года на 100 тысяч тенге. Значит, банк ежедневно начисляет вам свой банковский процент из расчета 10,5% годовых. Значит, первое свое вознаграждение по банковскому вкладу вы получаете в конце декабря, значит, и продолжаете получать это вознаграждение в течение всего 2015 года. А 1 января 2016 года, сколько будет сумма вашего вклада на тот момент с учетом капитализации банка? На всю эту сумму в размере 5 или 7% начисляется государственная премия. Еще один немаловажный фактор, на котором я хотела бы сакцентировать внимание, премия начисляется на вклад, который открыт не менее, чем год назад. Поэтому те, кто хочет свою премию получить уже в январе 2017 года, должны поторопиться и открыть вклад уже до конца текущего года. Расскажите, а какую работу проводит банк для продвижения данной программы? Очень хороший вопрос. Как я сказала ранее, мы стали участниками в сфере государственной образовательной накопительной системы совершенно недавно, буквально с лета 2014 года. Но за этот короткий период нами была проведена большая работа совместно с финансовым центром при Министерстве образования и науки. В частности, в нашем регионе мы приняли участие активное на ежегодной августовской конференции педагогов. Нас услышали первые руководители дошкольных, школьных образовательных учреждений города. Я очень надеюсь, что педагоги поймут всю значимость данного вопроса и помогут нам донести эти знания до населения, до родителей. Мы со своей стороны принимаем активное участие, выступаем на общешкольных родительских собраниях. И что особенно приятно, когда мы проводим презентацию на собраниях родительских, идет обратная связь с аудиторией. Родители заинтересованы, задают вопросы, их интересует больше техническая часть. Вот как я раньше говорила, моменты сохраняются или не сохраняются, государственная премия. И мудрые родители, они не затягивают с решением. Буквально мы проводим презентацию на родительском собрании, и на второй, на третий день приходят родители и открывают вклад на своих детей. Бывали такие случаи, что сразу на двоих детей открывают вклады, понимая всю значимость этого вопроса. Вы нам очень подробно рассказали о депозитах Цесно-Балашак, и, скорее всего, очень многие уже заинтересовались. Скажите, куда нужно обратиться? К счастью, у Северо-Константского филиала Цесно-Банк очень хорошая разветвленная сеть. Мы практически присутствуем в любом районе города. Вот, например, основной офис, головной офис нашего банка находится по Жамбыло, рядом с торговым домом Айсберг. Есть отделение «Восход», оно находится в районе областного Маслихата по улице Горького, угол Конституции. Также мы присутствуем возле торгового дома «Сокол», находится центр нашего банковского обслуживания. В 20-м микрорайоне в торговом доме «Корона» на втором этаже тоже есть центр банковского обслуживания. Также в поселке Бишкуль есть полноценный центр банковского обслуживания. В ЦОНе есть две кассы, где помимо платежей вы можете там, ну, Цесно-Балашак, конечно, депозит там не откройте, но можно проплатить какие-то платежи. Вот. Ну, что хочу сказать. Все центры банковского обслуживания, которые функционируют в нашем городе, они являются полноценными и осуществляют полный спектр банковских услуг. А скажите, а вклады вносить именно на депозит Цесно-Балашак нужно каждый месяц или нет? Нет, совершенно не обязательно. Вы можете открыть вклад сейчас, допустим, да, и если у вас нет возможности его пополнять, то есть вы можете даже не думать и не задумываться об этом. Появится, когда у вас такая возможность, да, вы можете прийти, если появились какие-то лишние деньги, вы можете прийти пополнить в любое время, в любой час. При этом, независимо от того, пополняете вы, не пополняете на вас, все условия этого продукта распространяются. Вы также стабильно получаете банковское вознаграждение и можете рассчитывать на ежегодную государственную премию. А какие еще новости есть в Цесно-Банке? Ну, буквально неделю назад мы внедрили новую карточную систему, теперь зачисление денег на карточки нашего банка происходит моментально, в режиме онлайн. Ну, такая программа, она уже существовала и существует в некоторых крупных казахстанских банках, но так программа, которую внедрили мы сейчас, она в новой версии более усовершенствована. Поэтому, думаю, в ближайшее время наши держатели карточек это ощутят и будут очень довольны. Недавно, буквально год назад, мы внедрили программу автокредитования. Теперь каждый житель нашего города может приобрести новый автомобиль через автосалоны Бипэк Авто, Вивага, Лада, новый сейчас появился автосалон СРРК, буквально за один-два дня, да, оформив автокредит в нашем банке. Причем у нас есть такая программа, рассрочка, если у вас есть 50% и более на покупку нового автомобиля, вы можете приобрести его в рассрочку без переплаты. И в заключении нашей программы хотелось бы услышать, насколько можно доверять вашему банку? Очень хороший вопрос, учитывая, что я сегодня на передаче больше рассказывала о наших депозитах. Я думаю, каждый, кто имеет сбережения, он при выборе банка, он руководствуется именно тем, насколько можно доверять этому банку, насколько он надежен. В этом плане я могу ответить вам с полной уверенностью, что Цеснобанк один из самых надежных казахстанских банков. По версии международного журнала Евромонии, мы уже несколько последних лет являемся лучшим коммерческим банком Казахстана. Международные стандартные рейтинговые агентства Стандарт Инпус, они увеличивают наш рейтинг со стабильностью на позитивный, и это тоже немаловажный фактор. Мы, пожалуй, один из немногих банков, где соотношение депозитов к кредитам выше единицы. Это тоже очень важный фактор, который показывает уровень доверия, уровень населения к нашему банку. И мы за это очень благодарны нашим клиентам. Любой вкладчик, который приходит в наш банк один раз, он остается с нами навсегда. Почему? Не только потому, что мы начисляем высокие дивиденды, скорее всего, еще потому, что придя к нам, он находит теплые человеческие взаимоотношения. У нас качественный и индивидуальный подход к каждому клиенту. Вот я уже рассказывала вам про наши центры, которые удобно расположены по всему городу. В любом наших центрах, в том числе и на филиале, мы предоставляем широкий, полный спектр банковских услуг. Это и депозиты физических лиц по высоким банковским ставкам, это депозиты юридических лиц, это кредиты физическим лицам, те же ипотечные займы, потребительское кредитование по выгодным процентным ставкам и очень сжатые сроки мы выдаем. Это переводы, как международные в любую точку мира, так и по Казахстану, по самым низким тарифам. Это выгодные курсы по валютам, это обслуживание юридических лиц, расчетно-кассовое. В общем, придя к нам, вы можете обслуживаться сразу в нескольких направлениях и очень по выгодным условиям. Это, конечно, выбор каждого клиента. Качество обслуживания у нас на первом месте. Каждый клиент для нас дорог. Спасибо вам, Гульнас Кайронасану, что вы сегодня пришли к нам в гости, ответили на все наши вопросы. Всего вам доброго и до свидания. Спасибо, Елена. До свидания. А я напоминаю, что сегодня в студии была заместитель директора североказахстанского филиала Цеснабанка Гульнас Кайронасанасида Ахметова. Это была программа «Диалог». Актуальные темы, интересные собеседники. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова